Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Здорово ты рассказал. А какие тебе самому запахи нравятся? Апельсиновый, клубничный, нарцисс, колокольчик. Спасибо большое. Давай знакомиться с тобой. Как тебя зовут? Меня зовут Тимур Кривенец. Мне 9 лет. Что такое ароматерапия? Я не знаю. Не знаешь? А какие запахи тебе нравятся? Ваниль, апельсин, ну и корица. Аня, я хочу сначала тогда спросить, так что же такое ароматерапия, чтобы внести ясность в этот вопрос? Ароматерапия – это воздействие эфирных масел на наш организм. И эфирные масла – это душа наших растений. Поэтому есть такие эфирные масла волшебные, которые помогают нам восстанавливать организм и дают нам бодрость, силу и радость на этой земле. Вот какую конкретно пользу они могут принести именно ребенку? Все эфирные масла делятся на релаксанты, которые помогают расслабиться, на адаптогены, которые помогают адаптироваться к ситуациям разным жизненным. И есть эфирные масла, которые помогают снять стресс, именно действительно антистрессовый. Есть эфирные масла, которые укрепляют иммунитет. Я бы сказала, даже больше не то, что укрепляют, а помогают силам организма собраться и справиться с какими-то вирусами и болезнями очень легко и быстро. Имеет ли значение, какого возраста ребенок? Что можно использовать, может быть, для новорожденного, а что для подростка? Да, конечно. Таким образом, например, для младенцев мы используем только несколько эфирных масел, потому что мы понимаем, что к нему надо очень бережно относиться. И такие масла эфирные подходят, как лаванда, как мандаринчик. И используются в очень маленьком количестве, это 1-2 капельки максимум. И новорожденным что мы можем? Мы можем ванночки делать, например, с лавандочкой. Но это очень важное условие. Не важно, какой возраст ребенка, важно, как мы используем это масло именно в практике. И когда мы добавляем в ванну, обязательно нужно растворить это эфирное масло либо в соли, либо в молоке или сливках. Потому что если вы накапаете просто так эфирное масло в воду, то может вызвать ожог. Поэтому есть обязательные правила. И вот это самое важное, что нужно знать, когда мы с детками занимаемся ароматерапией. Прежде чем накапать в ванну, растворите эфирное масло. Если это у вас новорожденное, что нам хочется, чтобы он крепко спал, чтобы у родителей был сон здоровый, то как раз мандаринчик и лаванда, они очень помогают. И на большую ванну, если мы принимаем большую ванну, то это может быть две капельки эфирного масла. Этого будет вполне достаточно. Масло должно слегка только чувствоваться. И организм уже воспринимает и помогает ребенку расслабиться, а мандарин помогает видеть красивые сны деткам. Поэтому если детки видят кошмары, то мандаринчик очень помогает. Это касается новорожденных. Если мы говорим про деток более старшего возраста, то можно уже включать и лимонный эвкалипт. Лимонный эвкалипт очень хорошо помогает для иммунитета, поддержания иммунитета нашего, то, что очень важно. И практически это очень легко делать. Есть такие специальные роллы с таким наконечником. И его очень легко использовать. Мы капаем туда эфирное масло эвкалипта, потом берем ролл, добавляем туда базовое масло, это может быть виноград или, например, виноградная косточка вместе с абрикосом, и наносим на ручку, и отправляем ребенка в школу. И весь наш день ребенок ходит с ароматом эвкалипта, и таким образом происходит иммуностимуляция. У меня вопрос уточняющий. Делаем это каждый день? Делаем это каждый день, но есть одно условие, когда мы работаем с детками и со взрослыми, и происходит такое маленькое ароматестирование. Вообще есть такая аромапсихология, и в аромапсихологии используется ароматест, когда мы используем 60-80 масел, и тестируем, какие нам масла нравятся, и после этого ароматерапевт может легко вам сказать, на данном моменте состояние ребенка или взрослого, какое оно, как с настроением дела обстоят, как с гормональным фоном. Ну, вот такие моменты. Естественно, деток на гормональный фон не проверяют, но на настроение, на иммуностимуляцию, вот такие моменты есть. Но мы сейчас тоже, да, можем что-то помочь? Да, мы как раз вот с детками сейчас пройдем, я буду давать колпачок, Тимур, ты можешь взять и передавать дальше. И деткам всегда, и родителям тоже нужно учить, что эфирные масла мы всегда открываем и нюхаем именно из колпачка. Это очень важно, потому что, чтобы не было сильной концентрации, а в ароматестах вообще используют практически пустые такие баночки, где идет только одна капелька, для того, чтобы не было перенасыщения во время ароматестирования. А в принципе, покупать, ну, скажем, масло без ребенка, ну, понятно, если ты хочешь успокоить, там есть лавандовое и так далее, насколько важно учитывать его вот эти желания, что ему вкусно? Да, покупать можно. Да, вот перед тем, как использовать, желательно спросить. Поэтому, например, если у нас вот возраст такой, вот как в основном наши сейчас гости, эксперты юные, то мы берем, например, пару масел, лимонный эвкалий, лаванда, мандарин, апельсин. Вот сейчас была ванилька. Дети, как вам? Нравится. Нравится. Была вкусная. Была вкусная. Ванилька дается ощущение такой семейной гармонии, уюта. Это то, что у нас сразу такой сладость ассоциируется и дает очень такое нежное, трепетное чувство по отношению к маме. Но мы можем этот тогда аромат, получается, как-то еще и в доме создавать? Да, в доме создавать. Что нам в этом может помочь? Ну, вот, например, у нас есть три аромата. Мы вот берем и спрашиваем, вот мы выбрали, что ванилька нам нравится, всем членам семьи нравится, отлично, идем дальше. Следующий запах спрашиваем, вот как тебе, это очень важно, именно сегодня этот запах. Потому что иногда бывает, тебе лаванда вообще не нравится, детям тоже, а следующий день они готовы использовать ее. У меня был опыт, когда я делала в таких вот флюидиках детский смесь для иммуностимуляции, и детки некоторые за один день намазывали все на себя, потому что очень была большая потребность в этом. Поэтому тут надо смотреть, что ребенку хочется. Если ему сейчас, на данный момент его жизни не хочется лаванды, значит, мы от лаванды отставляем в сторонку и смотрим. Может быть, ему хочется что-то, наоборот, стимулирующее. Гриффрукт, апельсинчик, да, который будет давать, ну, такой стимул. Левзия, хорошо, и лимончик тоже есть в цирке. Куда накапать, чтобы вся семья могла их. Вот. Как вам, детки, этот? Нравится. Как вам? Чуть-чуть невкусно. Вот. Такое может быть. Может быть, что нравится, может быть, не нравится. Поэтому мы смотрим, что в семье. И мы, например, выбрали, что два запаха нам понравились. Первый момент, что мы можем сделать, это использовать такие аромамедальончики. Это очень такие, как глиняный такой графинчик, в который мы капаем пару капель, и каждый член семьи носит такой свой. И тогда у каждого свой запах. Такое можно использовать в школе легко. Вот у меня ребенок ходил в садик, и я просто на ватный диск или на ватную салфеточку вкапала и клала в сумочку, в курточку. Он все время чувствовал этот запах. Также можно использовать аромалампу. Когда есть такие специальные лампочки, где вниз вставляется свечка, наливается вода, и туда капается пару капель. Но нужно понимать концентрацию. Если мы берем среднестатистическую комнату, то 2-3 капли вполне хватает. Мы должны понимать, что одно количество, сколько хотят чувствовать и вдыхать родители, а другое – это детки. То же самое касается взрослых масел, таких как ланг-ланг, герань, таких как янтарь, кедр, пачули, сандал. Это очень качественные, очень хорошие масла, но они для взрослых. Потому что они гормональны, они улучшают гормональный фон, они структурируют на медитацию, помогают совершенно в других нюансах, которые детям не совсем нужны. Тогда у меня вопрос. А что должно быть обязательно, ну так желательно, скажем так, в аптечке ароматерапии для ребенка? Да. Потому что ты же не можешь тоже скупить весь магазин. Вот скажем, вот какой-то базовый комплект. Это какие запахи? Во-первых, скупить невозможно, потому что очень сложно найти хорошее, качественное эфирное масло. Поэтому, когда вы покупаете эфирное масло, вы должны обязательно посмотреть, чтобы на нем было написано, что 100% натуральное. Обязательно должен быть вот такой дозатор, с которого капает эфир, эфирное масло. И обязательно должно быть написано, что это эфирное масло. Очень часто вы можете увидеть, что это аромат такой-то или аромат такой-то, или ароматическое масло. Это синтетика. Синтетику деткам нельзя использовать. Мы выбрали эфирное масло хорошее, да? И какое именно для детской аптечки я бы подобрала? Первое – это лаванда. Лаванда помогает в таких случаях, как нужно расслабление после школы, после детских садов, после каких-то стрессовых ситуаций. Второе – лаванда помогает при ожогах. Это когда ранка какая-то или ожог был именно термический или вот после огня, то смело можно неразбавленное масло капать на рану. Это одно из немногих масел, только три, которые можно так использовать. Значит, лаванда, мандарин. И я бы еще взяла лимонный эвкалипт или пихту, смотря что нравится. Потому что пихта и лимонный эвкалипт – хорошие иммуностимуляторы. Они помогают нам. И получается, ну вот, восстановиться. У нас есть лаванда, которая помогает расслабиться. У нас есть мандарин, апельсин, что ребенку нравится для того, чтобы была стимуляция, когда нужно, да. И у нас есть иммуностимулятор, который именно для иммунной системы. Хотя все эфирные масла являются антисептиками. Они все улучшают среду и дезинфицируют. Это касательно вот такого возраста. Вот это таких три топовых масла. Если мы говорим подростки, то им нужно наоборот, им нужна очень сильная стимуляция и концентрация на уроках. Тогда им смело можно использовать розмарин, такие эфирные масла, как цитронелла. Она помогает сконцентрироваться. И даже мы делали такие эксперименты со своими личными, знакомыми. Деткам на экзаменах и до готовки к экзаменам мы создавали смесь специальную после ароматеста, и дети это использовали. Потому что запахи помогают нам либо собраться, либо наоборот расслабиться. И вот для студентов и для школьников это очень важно. Но тут есть один момент. Например, если запах стимулятор, то он будет нас стимулировать, действовать. Он будет наши резервы организма брать и давать нам возможность работать. Но нам нужно понимать, что эти резервы у нас не вечные, и нам нужно обязательно балансировать это отдых и стимуляцию. Отдых и стимуляцию. Поэтому если у вас есть студент или школьник, да, вы можете ему давать сефирное масло, которое будет его стимулировать. Но не забывать как минимум вечером ванночку или массаж или какой-то успокаивающий чай тоже в этом плане даст релакс. Все должно быть на уровне гармонии. А вот если кто-то из родителей захочет капнуть капельку на игрушку любимую, которую ребенок носит с собой, насколько это можно? Это можно. Главное, очень важное условие, чтобы игрушка до этого не была пропитана синтетическими ароматизаторами. И в таком случае смело можно, если это качественный материал, желательно, как мы деткам берем такие какие-то хлопковые игрушечки натуральные, то этого никаких проблем нет. Почему нельзя смешивать эфирные масла и синтетические? Потому что наш организм, у нас есть щитовидная железа, и она является фильтром. И таким образом, когда мы смешиваем натуральное и ненатуральное, идет вред организму. Поэтому деткам рекомендуется использовать максимально средства по уходу за ними без ароматизаторов, либо с эфирными маслами. Время уже заканчивается. Есть ли еще что-то напоследок, что мы хотели бы обязательно передать нашим родителям, которые смотрят? Очень важный момент. Если вы сами влюбитесь в ароматерапию, так как люблю ее я, если вы захотите искренне сделать так, чтобы вашим детям была жизнь ярче, это все возможно. И можно искать на сайтах, проверенных, в которых есть информация. И смотреть, именно какие масла нравятся вам, какие возможны для ваших детей, и использовать это. Использовать бережно, в очень маленьких пропорциях, но при этом с пониманием, что вы делаете. Для чего именно сейчас вы используете лаванду? Или для чего именно сейчас вы берете ванильку? И тогда это превратится в ежедневный уже ритуал, как это и есть в нашей семье. У нас ребенок принимает ванну и всегда спрашивает, а почему не накапали эфиров или не зажгли свечки? Создавайте эту спа-атмосферу у себя дома, это очень легко. И вашим детям будет очень огромное желание возвращаться в этот дом и чувствовать, что там пахнет ванилью, мандаринками и любовью. Большое спасибо за этот разговор. Мне кажется, это вдохновит кого-то действительно устроить прямо сегодня вечером домашний спа-салон. Встретимся совсем скоро. Пока!